Порог или я бежал туда, через всю страну, но он сказал, и это запечатленно. Это в пророчественном мире. Нашелся человек, да он дурак такой, он как раз умеет на свет оказался. Его посадят, его убьют, закорят там, укоранных, но он сказал, и потом будут упоминать. Ну, правда, знали их, которые уже никак Господь на небо забирал. И поэтому у нас тут, вчерашний день был, вот я смотрел на костре, может, как бы с меня я ушел, приходили, 46 человек. Ну, главное, здесь, но другие гости еще были. И вот, крещение всегда было. Кто хотел бы сказать о крещении? Что крещение вам запомнилось? Ее вспоминать. А я уже выстоял, так подводы ведут, а носы зажимают. Теперь это идет на весь мир, видят люди. Плакать, вначале, когда я сказал, я говорю, а я при чем? Вот, ты же за нос хватал за свой. Ну, как, полцы-то плывут еще на рукой, полцы левой рукой только угребаются плывут, или еще? Что вы жрите-то? За свой нос держите. Ну, у нас не освещенный оказался, на сути вода даже не была, когда все освещенное. Теперь плакать, а что делать? Там надо думать было. Я показал, как руки сложить, а ты за каждую палку хваталась, там стояла. Батюшка не может наклонить, давать, и видно, прям, налегает. Ну, что теперь, как говорите? А когда я говорил, ты его пошла, да там еще присела раз на другой, да посмотрела, как будет, какая погода, какие волны идут. На тебя звери лезут оттуда, а ты стой. Это все видение. И уже все, и вся заплакала она тут, далее. Это твое дело, я тебе, знаешь, и должен принорабляться к вашим выдумцам. Я говорю, как есть. Я показал, сложите руки. Все, легко, чтобы было под воду, иди еще больше воды, тем тебе лучше воспоминать будет. А тут одна была тоже, здоровая, дыла, да. Нет, то ли она, то ли волос, на одного волос остался здесь, так волос остался с головами и клещеной теперь. Я говорю, видишь, как у нее волосы были. А теперь, когда она вышла, волосы все легли, то есть, маленько коснулась. Даже уже доказывать приходится. Один раз. Я бы настоящее время дал, какое. Никогда никому не верить без проверки в Слову Божию. Никому и мне не верьте, как говорил Кирилл Иерусалимский. Со словами не сходится в Библии. Вам отвечать. А эти, броди или там, порошку снимусь, я вам вижу, опять надел. Ну, веры нет. А которые крестились, ты себя береги. Охраняй. Что дал вам Господь. Боже, я вчера причастник был, поэтому я очень внимательно смотрю за это. И Бог Господь дает какое-то обновление сил. Причастие – это упрощение грехов. Написано, кто не будет из плоти Сына Человеческого, не будет иметь в себе жизни. Мертвое. Не забывайте, каждый день, утром, просто, и Святую Воду. Не забывать. Не забывать. Уходим больше. Дальше довеем ее, сколько, если. Все время. Кружку и каждый пощеркнул, там, помаленечку. Это нам для здоровья, для вразумления. Дьявол боится поклона, святые говорят. Поклоны делают, как я покажу, только он опять стоит на пружинах. Ну, веры нет. Ну, один раз показал, каждый раз кладись. В тренировке-то, когда люди в зале, где-то бывает, и вы заметите, что он подает какие-то перспективы, как они учатся, как они прыгают. Ну, вы не знаете. Раньше была на мировой, олимпийской игре, называется Ольга Курмут. Ольга Курмут. Она небольшая, такого роста. И тогда она сделала, там, какие-то, а, придумывает. Тренеры, много упражнений. Ей присвоили первое место и сразу поставили огромный минут. Больше никогда никому так не делать. Они сидели, судьи, их трясло, она разобьется. Она с одного турника на другой точно ногами становилась, и опять переворачивала. Турник, это железо. Это нельзя делать. Нельзя. Но она прошла через это. У нас такого нигде ничего нет. Вот мухи ползают, видите. Значит, перед обедом их переколотить надо. Я здесь наделал сколько, и как брать правильно хлопкушку. Я говорю, он спит уже больше. Ну, толкни, разбуди его. Вот так. Не спите. Вот рядом ты сидеть, но рядом. Толкни его как-то, поговори. Если нет мер, я тебя не буду заставлять. Ты приехал сюда. Родители. Зачем тебя отправили? Отдохнул, чтобы и ты был другим. Это я точно знаю. Ну, как я тебя сделаю, когда ты не движешься? Сало лежит, как в студии, шатается и все. Зачем это нужно? Сбрось, ты никуда не угоден, жирный человек. Никуда. И когда такой вот поп уходит, все говорят, вот паразит-то разожрался, наверное. Ну, осуждение. Ну, не скажут, что он такой-то, такой-то. Наверное, Крестьянкина там или Николая Гурьянова. Ну, и монахи-то, а все, монахи-то такое глаза выпущены показывают. Выкатились от жира глаза их. И вот когда крещение-то было, вы видели. Я спрашиваю, кто крестился с ребятишками, вместе с 14 было. Что вам в крещении запомнилось? Он опять спит. Второй от тебя. Не спать. Не позволяй закрывать глаза. А потом, ой, меня сняли, а теперь все знают тебя. Что же, из-за твоих глаз теперь закрыл ты их сам? Я вам сказал, Бог убить. Я вам спрашиваю, кто сколько убьет Бог здесь? А можно запустить на кухню. А вот идем у нас, там корт этот играет настольный теннис. Там у нас была столовая. А рядом тут были, держали овечек послей, прям рядом. И там кони были. И понятно, что там мухаты много. И там налетало. И мы перед тем, как обедать, закрывали двери, хлопушки. Она высокая. Кто-то остановился на стол и начинали долбить. Я помню, как сейчас варенье поставили, а мухи облепили. Два раза хлопнули по них, 50 что ли, чтобы все облепили. Просто кишело. Ну, каждый день, ну, хотя бы сповозить помещение. А тут у нас ничего нету. Ни скотины, ничего нету. Откуда там она залетела, там, ну, мало ли еще, держат скотину. Перехлопали их, и все. И чисто. Вот мы идем, когда, вот смотри, Максим бежит, и Симон, чтобы стоял с ним рядом. Симон. Все время бежал рядом с ним. Бежать бегом. Намного бежали, да повернули, до нас забежали, да прям обратно. Все время надо в движении быть. Для того, чтобы человек живный, когда... Вот это четыре причины. Первый, обжорство. То есть щавкает, щавкает, щавкает. Тому подкладывают, он перерабатывает, глазом сходил. Оправился опять. Второе, лень. Лишний раз не повернется. Обыкновенная, обжорство и лень. Третье, много спанье. Днем ложиться спать. Вот она, костыль теперь надо днем все время ложиться. Я говорю, не ложись, полвека. Сумел? Нет, ты сумел. А почему? Человек не слышит. Он не расположен к этому. Она меня днем не видела ни разу, чтобы я лежал. Я себе не позволяю этого. Одно время после ночной, я два голоса, сразу же головокружение появилось. Сразу головные боли. У меня никогда голова не болит. Я все, теперь с работы прихожусь ночную. Подушку под спину, на кровать сколько? В таком положении спать намного меньше надо. Вот пишет, я в шанхайскую, его никто не видел лежащего. Он в кресле усыпился, поспал, подремал. Я каждый день отдыхаю. После 60 лет человеку надо давать, как маленькому отдыхать. А если до 60 лет ложиться, это означает пропал. И четвертое, это беспечность. За чужое он не взволнуется. Вот у нас тут самый толстый человек живет где-то. Что-то сделал не так. Ну ты вы, я про эту дорогу, то есть ковырял, то есть ковырял. Мы делаем, а там яма на дороге была. Твоя яма, назвал ее, какая-то яма, по его имени. Но заболи, пальцы не шевели. Никак. И мы тогда бедрами, тут машина подошла, подалили, завалили. А теперь мягкая земля-то провалилась. Мы тогда бедрами опять приходим, выравниваем. Я ему машу, иди дальше там дорогу. Он завернул, сразу уехал. И поэтому вот это вот, и все больные в этой породе. Все, все излишний вес. И все больные. И они не на крещение, нигде это никуда не пойдут. Этот хоть был еще, а другие нет. Представь себе, сколько килограмм у тебя сейчас маленький такой. У тебя уже, я не знаю сколько, но я знаю, что там может килограмм 8 или сколько. Личным. А тебе бедро все время надо с собой носить. Зачем? Ты даже не понимаешь, что жить до срока тебе никогда не дожить до 70 лет. Никогда черви тебя сожрут. Я не могу еще делать. Но родители-то видят это. Здесь не все, вчера разговаривались. И не простого кваши, ничего, чтобы молочного не было. И больше двигаться. Бегать больше. Прыгать. И не давать молочное? А? И не давать молочное? Не молочное все кончено. Вчера один раз и все. Это и парень. Да, 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 я понимаю. Ничего нету. Один кусочек и воды. Овощи. Компоту, да. Все. Какие ягоды были, зелень, это можно. Отрезать. Да это болезнь такая. А, болезнь. А ты знаешь, когда болезнь, то испытывают на мышах, на крысах, на собаках. Прививают эту болезнь. А когда там все получится, тогда человеку применяют лекарства. Так вот, если эта болезнь, сало нарастает, и эту болезнь привили мы в обратном порядке к кормовым свиньям, чтобы не кормить, они толстые были. Не получится. Ты не съешь, откуда оно будет. И поэтому не обманывай сам себя. Да, это у меня костяк такой широкий. Я говорю, рот широкий. Что-то там манывает себя. Жует и жует и жует непрерывно. А у пенсионеров сегодня один лодок. Есть, есть, есть. У него же ничего нет. У меня знакомая, она ей говорит, она ради смеха. В холодильнике-то у меня лежит кое-что. Ну, подумай, вот я сейчас сижу, это я должна подниматься, открывать двери на кухню. Ой-ой-ой. А потом еще и у холодильника. Нет, лучше не буду. Екатерина Голубина, я слышала. Но столько труда делала. Ты как очень не краю себя. Соседи давно не видят человека. И наконец, какой-то казах такой. Вызвали, сломали дверь, зашли. А он как сидел, выпивал за столом. И уже прошло, оказывается, больше года, что ли. Труб так и сидит за столом. Так, Костя один, он не упал, уперся где-то. Ты хотел бы такую смерть? А у него смерть набегу. Как он шел, схудился, проповедовал там. И Господь послал ангела и взял его их. Мы вчера, позавчера на гостре были. А сколько было? А где мы обедали? И везде вот. Везде надо что-то смотреть. Один раз сказал, у них нет понятия, что сказали. Через одну минуту он уже опять все по-своему делает. То есть их только как Федор Карамаза говорил, русского мулька драть надо. И тогда он поймет. А тебя везде будут бить. По-твоему, не будет нигде. Ни в армии, нигде. Ни товарищи на работе. Есть такие слова, которые говорят, что есть сундум. Они сундумные. Вот мы работаем на практике. Я в технику научился. Ну нормально, ответ дали сейчас. Ну сходи в туалет, я не хочу. Как только начали работать, я в туалет. А работаем-то двое. Я стоять должен теперь. Ему с одного разряд с третьего до второго. А это отражается на день я. И все. И говорят, как ты хитрожопые, не надо их. Пускай он отдельно будет. Его отделили, и он теперь стоит, рот развивает. В общем, я не хочу с ним работать. Потому что я работать, но не могу носилки вывода дать все. А он приходит по минут 10 потерян. Понятно? Мы сейчас уходим. По кухне. Быстро-то сапоги надеемся. И мы побежали. А вы же занимаетесь. С рыбанкой. Я нашел где полетка, вода с этой стороны, где перестали подорожки. И плачет, думаю. Плачет, максимум. Я кого называю, сразу вставай. Так. Это вот он, Максим. И этот плачет, сам. Я говорю, в чем дело? Говорят, он Максиму ударил в живот кулаком. Во мне нетрудно в это поверить. Потому что он уже бил других. Я этого позволить не могу. Родители привозят в гости, приезжают. И, о, бабушка здесь живет. Не для того, чтобы кто-то их бил. Ты ударила кулаком? Но дальше начинается непонятно. С этим согласился. Я говорю, за что ударил? Он меня обозвал. А как обозвал? Теперь говори, ты как он тебя обозвал? Девочкой. А? Девочкой. 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 Верующей? Девочкой. Девочкой обозвал. Это похвала твоя, Алиса, это вообще. А ты, наверное, утром говорила, что не так. Какое слово он сказал тебе? Витик. Девочка. Да ты же мне говорил сейчас, что тебя бабой назвал. Говорил? Или бабой. Ну говорил, а теперь девочка, да что? Девочка или баба, это одно и то же. Разве это обзывание девочкой назвал? Да. Так, Максим, ты его называл как-то, девочкой или бабой? Нет, назвал. Кто рядом был с ними? Я. Так, что было? Я ничего не слышал. Представь сюда, погодись. Это что такое? Мы все верующие собрали здесь и друг друга изничтожать будем или что? Правильно говорят в интернете. Русских не надо уничтожать, они сами себя уничтожат. И когда умерли в этом, там, человек 70, в Иркутской области, боярышника какого-то, на Жералюсе. Ну и теперь нарисовали бисмарк, канцлер Германии, говорит, ничего не надо, мне вакон дайте, боярышник. Я запущу, и вся Россия моя будет, голая. Все он сказал, все. Максим, чтобы Максим все обзывал, я ничего не слышала. Он сейчас тогда, тогда не нужно. Кто слышал канал Максиму, что сказал? Теперь Максим, что ты ему сказал? Я ему сказал, что он прибежал последним. Ну какой-то, он последний грижал, он все время в зале плетется. Я отстал от вас. Я там занимаюсь собакой. Грижу, уже двое подраненные. Еще до дома не дошли, уже двоих нет. Повторяю, за 1300 лет ни один щищанец другого не ударит. Есть такой роверь Шамсуддина, отовщенок. Его никогда не понимаешь. У него лицо, примерно, как вот это вот отрока, такое невинное, такой он прекрасный. Но у них воинское счастье, безобразие творятся. Отец недавно приезжал, отец майор вооруженных силы, спросил, как ровить дело. Он говорит, нормально, пап. Не сказал ничего, а там ненормально было. Такое дело ненормальное, что доложат Путину. Доложат Шаидни. Ему сказали они, опустить, значит, изнасилищить. Мужчины сделать женщину. Ему сказали, сегодня ночью тебе это будет. Когда легли спать, он взял автоматы этих, которые были, расстрелял. Восемь человек убил. Каждому подошел контрольный выстрел в голову. Остальные раненые. В мирное время. Дальше будет разбор. Было такое, почему офицерам ты не говорил ты? Так офицеры это и делали. Он офицеров расстрелял. Я жалею, что среди этих убитых много, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, как раз. Это мертвая только. Хорошие ребята были, ко мне хорошо относились, но лежали в кучу, и выбирать нельзя было. Понятно, это другой менталитет. Воспитанный, конечно, не в нашей христианской религии, где нужно прощать или бить врагов. Я на него смотрю, мне его жалко. Если какой-то неверующий, я его оправдываю. Он прав. Это армия. Я говорю, колючая проволока, я не мог ни убежать, ни куда, меня не выпускать. Что я должен был делать? Сейчас он еще сидит, и он сказал. Но родственники получили восемь гробов. Ни один щеченец, ни один татарщинок вот так драться между собой не будет. Когда показывают, русские смотрят там телевизор, вот такие вы там, балдееки, как говорят. В это время они во дворе где-то там палками показывают, как драться, воюют. Он один вот таких вот десяток положит. Это бойцы от рождения. Как говорит Андрей Куряев, говорит, в самом зачатии ислама уже гексогеновая подушка там по ними. Взрыв. Его убили, она идет, ей учат. Учат ее, как подрывать. Пояс. Замкнет сразу взрыв. От нее еще не остается. Сказали, автобус идет в аэропорт. Нигде не останавливайтесь. Не останавливайтесь. Ты понял? Понял. Не останавливайся дорогой. Еду дорогой, женщина стоит. А другие-то женщины, которые работают. Ну ты видишь положение женщины-то. Ну остановись. Мне сказали не останавливаться. Миша, ну остановись. Но видишь, женщины в автобусы не ходят. Нельзя останавливаться. Ты не человек, Миша. Он остановил. Она только зашла в автобус и замкнула. И 28 человек взлетели на воздух. И все, кто ее жалел, и шофер, все погибли. Вам непонятно? С этим народом шутить нельзя. Они лучше нас во всех отношениях. Посмотри, как женщины надеваются. У нас платок надеть, это уже вопрос из вопросов. У них все в платочках. Платки надеты, как у нас два платка, как хиджаб. Она мужа уважает. Эта религия называется Ислам. Но у них нет спасителя Иисуса Христа. Главное. Я готовый, мусульманин. Но Христа нет, я туда никогда не пойду. И мне они говорят, а вы не хотите Ислам принять? Я говорю, небо на землю нормально человек не меняет. По земному вы устроились правильно. А про небо вы даже не слышали. Они не знают, что такое жертва Иисуса Христа. Они не знают этой благодати. Не знают причастия. Не знают крещения. Они обрезывают. Итак, я возвращаюсь к вам. Ты русский? Да. А ты? Да. Больше еще надо. Двое русских уже подрались. Утром еще не завтракали. Идем в поле. Озеро рядом. Рыбу поймали. Маленькую рыбку они своими руками в карасика попускали. Бегут со щенком. С собачкой маленькой. Все условно для того, чтобы было все хорошо. Наверное, в животе у него там легкие кишки. Ты ударил? Да. Понимаешь как? Если ты был взрослый где-то, когда вел это, тебя сразу ликвидируют. Ты чеченца попробовал ударить. Он сейчас закричит, весаул придет. В армии взяли в прошлом году или когда-то было. Кого-то тронули из них. Но у них воинские. Они заорали по-своему-то. Сбросились. Захватили склад этот, что-то оружие где стоит там у них. Пирамида. Забарриканировались и ничего не могут сделать. Отстреливаются. Доложили в Государственную Думу. Из Чечни едут депутаты. За нас никто не заступится. Мы другие. Мы никому не нужны. А они нужны. Ранзану Ахматовичу Кадырову доложили сразу. Он своих никогда не сдает. Это герой. Герой Российской Федерации. Он не по звездочке герой. Он по сердцу герой. К слову сказать, у меня от него благодарность есть. За книги. В письменном виде. Я покута вам говорю. Вы, ребята, делаете очень плохо. Ты отстал. Ты отстаешь. Утром все эти уже плакал. Ты обуваешься, одеваешься долго. Выйди сюда рядом. Ты сюда встань, а ты сюда. Ты ему какие слова говоришь? Ты сказал то, что он последний прибежал. Вот и все. Я ему верю, а тебе не верю. Он меня спрашивает что-то где-то. Я ему отвечаю. Ты никогда не спрашиваешь. Проси у него прощения. Прости. Попроси, скажи, Максим. Прости меня. Громче. Прости меня, пожалуйста. Бог прости. Бог прости, скажи. Эх, вы ребята, ребята мои. Давайте. Звоните, как раз в 7 часов. Пока, не трогай. Маша, так сюда двигайся. Давай. Давай. Быстрее, быстрее. Вставай. Она здесь. Вставай. 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 Так, мы стоим. Вставай. Все. Молитый святой Хатес Нашей. Господи Иисусе Христе Собе Божий. Помилуй нас. Аминь. Отче наш, Иже и Семеновый Бесея. Досвятится имя Твое. Да прилицарствие Твое. Да будет боле Твое. Я по на небесе и на земле. Хлеб наш насущен, дашь нам днесь. И остави нам долги наши, якажи, мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. В готове есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Аминь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитвы при чистоте матери и всех святых Твоих, Господи, Иисусе Христе Сыне и Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже, милостью, будни и грешному. Создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчислава согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй, освети дары Твоих слов истины и молитвы. Аминь. Садись. Господи Иисусе Христе Сыне и Божий, помилуй нас. Аминь. 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 Аминь.